Кто идет гулять? Эй, собаки, гулять идем? Пошли гулять, пошли гулять. Давайте, давайте, пошли гулять, гулять, гулять. Дождя нет, пошли гулять, пошли гулять. Давай, 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 гулять, гулять. Гулять. Давайте, давайте, гулять идем, гулять, ребята, идем гулять. Доброе утро, дорогие друзья! сегодня 6 ноября 2020 года у нас солнышко раннее утро собачки наши гуляют на самом деле сегодня уже не первый раз нет дождя ему пользуемся погодочкой хороший просто более раннюю прогулку нет смысла снимать еще очень темно и ничего не видно теплая осень в этом году нам крепко повезло собачки гуляют с удовольствием небо чистое надеюсь сегодня не будет дождя как был вчера и мы сможем может быть еще что-то заснять интересненького с прогулки наших щеночков и их родителей также хотелось бы конечно показать щенков на продажу которые уже полностью привиты чипированы которые прошли уже все карантины и могут гулять вместе с нами это фима и ксюша носятся тут по зарослям выходите борис куда-то пошел его догоняет герцог уже перегоняет тесонька взаде виконтик как обычно цериос который находится в продаже для тех людей кто боится купить собачку с какими-то скрытыми заболеваниями врожденными генетическими или даже приобретенными процессе роста и развития щенка в нашем питомнике есть собачки возраст в сентябре исполнился год когда уже если были какие-то генетические заболевания которые в раннем возрасте щенка не видны не проявляются не выражаются не развиваются уже после года ребята если в этой собаке чего такого нет то остальное все можете приобрести сами в любом случае собака это живой организм и сто проценты гарантии что в возрасте пять лет с ней ничего не приключится уж тоже как говорится нереально скажем выбрать такого питомца но для того чтобы собака была здоровая не достаточно родиться генетически здоровым не иметь никаких наследственных заболеваний врожденных важно 50 процентов конечно играет роль генетика 50 процентов это правильное кормление выращивание содержание вашего питомца про кормление щеночков и прививки и приучение к пеленке я сегодня сделала отдельное видео можно посмотреть в плейлистах я подробно так и напишу потому что это основные часто задаваемые вопросы на канале нашего питомника как приучить щенка к пеленке чем вы кормите щенков как вы прививаете своих собачек что такое карантин после прививки подробно сегодня вот 30 минут рассказывала в первом видео про ясли где участвуют щеночки проходят они первый карантин после прививки что такое карантин в чем он заключается какие карантины бывают для вывоза собак за пределы санкт-петербурга для транспортировки если вы покупаете собаку в другой город в другой регион в другую страну все эти ответы можно найти в предыдущем видео в плейлистах на канале нашего питомника от сегодняшнего числа в заголовке так и будет указано приучение к пеленке прививки карантины для того чтобы попроще было найти по названию видео на интересующую вас тему в данном видео мы просто гуляем это обычная наша утренняя прогулка сейчас уже как вы видите светит солнышко детки веселые активные игривые аурелия бело-шоколадная девочка находится в продаже и да я говорила в первом видео что планы у нас конечно грандиозные очень нужны и очень нужны и очень хочется отснять индивидуальные видео всех щенков на продажу вот например виконт в продаже у нас минимальчик все это требует времени хорошего освещения в комнате потому что ну ноябрь ребята как бы там не было вчера был дождь было очень темно вечернее видео со всеми нашими подсветками все равно как бы качество так себе хочется если уже делать какое-то видео целенаправленно рекламируя щенка на продажу как например герцог который вот там в листве не виден шоколадик наш хотелось бы сделать его качественно при хорошем освещении если так скажем нам хватит времени потому что желание у нас есть каждый день сделать очень много всего нужного и полезного не на все к сожалению хватает в течение дня времени поэтому такого плана видео мы сделаем обязательно мы планируем их делать и в общем скорее всего может быть хотя бы одного-двух мы сегодня отснимем для скажем так поподробнее поближе показать щенков на продажу сейчас мы показываем просто прогулку наши щенки нашего питомника растут как вы видите мы находимся в лено области далеко от города экологически чистый район здесь у нас частная огороженная территория достаточно большая для такой собачки как чехла наши питомцы ежедневно гуляют несколько раз в день свободный у нас выгул без поводочков к нам никто в огород не ходит за огород мы их не выпускаем ни с кем из посторонних собак мы не контактируем ой какая красивая погодка у нас сегодня с утра шестое ноября 2020 года и наши собачки умеют делать свои делишки не только дома на пеленку но и на травку на улице и часто задаваемый вопрос а если они гуляют на улице будут ли они дома делать свои делишки на пеленке вы знаете характеры у собачек у всех разные есть такие собачки которые начиная гулять на улице перестают дома ходить на пеленку категорически хотят только лишь делать свои делишки на улице есть такие собачки которые делают свои делишки спокойно совершенно и на улице и дома на пеленочку наши собачки все собственно говоря сходив погулять на улицу не брезгуют дома сходить погулять на пеленочку У нас таких проблем нет, поэтому приобретая щенка в нашем питомнике, вы 100% будете уверены в том, что он делает свои дела и на улице, он не боится улицы и делает свои дела в плохую погоду, когда вот как вчера были дожди, ужасный был ветер, не столько страшен был дождь, сколько был какой-то ураганный просто ветер. В такую погоду, ну зачем гнать такую маленькую собачку на улицу, ничего страшного, сходит она дома в лоточек, на пеленочку, в специально отведенное местечко, а вот сейчас хорошая погода, да пусть гуляют и радуются жизни, и поиграет, и физическая нагрузка, и подышит воздухом, и сбросит лишнюю энергию, это очень-очень важно для щеночков растущих, да и для взрослых собачек. Особенно если им есть с кем поиграть, поэтому я уже говорила неоднократно, собачки в коллективе, когда собачка не одна в доме, а хотя бы с кошкой, между прочим, тоже задаваемый часто вопросик, как живут эта порода собак с кошками. Изумительно, замечательно, привыкают играть, находят общие движения, интересы, и здорово не только живут, но еще и играют совместные кошечки и собачки этой породы. Почему собачки, скажем, в коллективе живут лучше, не важно какая это порода, не обязательно это должна быть порода чихуа, собака в любом случае, это стайное животное. Природа придумала их жить стаей, ни одна, ни поодиночке, а именно как бы в таком социуме. И человек, как бы не любил своего питомца, никогда не сможет заменить ему коллектив вот такой вот собачий. У них своя иерархия, свои понимания. Если вы берете взрослой собачке-щеночка, то вы продлеваете жизнь своей взрослой собачке. По крайней мере, у нас, на моей практике, именно так складывалось. На протяжении более 35 лет я содержу собачек разных пород. И к старенькой собачке-стафарширский терьер, я брала щенка-чихуа, ни одного даже, старый пёс оживал, старый пёс находил интерес, он воспитывал этого маленького щенка, он играл с этим маленьким щенком, он нёс за него какую-то ответственность. Это бодрило, приносило новые ощущения в жизнь пожилого пса. И мои собачки жили за счёт этого гораздо дольше. Даже вчерашнее вечернее видео, тасечка у нас сейчас в комнате в большой, где взрослые собачки, очень много подросших вот таких активных щеночков, которые носятся, играют. Вчера был дождь, они куда-то должны свою энергию девать, и они выливали это всё, бегали, носились по комнате. Взрослый пёс, тайский 12 лет, ей уже столько энергии, конечно, у неё нет носиться по комнате целый день, как маленький щенок, 4 месяца она не будет. И ей это всё, ну, скажем, не нравилось, это раздражало, потому что она спит, по ней пробежалась толпа щеночков. Весело играющих она огрызается, ей это доставляет дискомфорт. Поэтому мы её переселили в комнату в ясли, где малюськи. Малюськов немножко у нас сейчас, всего лишь 5 щенков в ясельной комнате. Поэтому таська там чувствует себя более спокойно. Ей спокойно можно выспаться. Она, собственно говоря, никто её не кусит, не обижает. А ей, собственно, весело, когда щенки к ней пристают. Она виляет хвостиком, она, собственно, конечно, понимает, что они детишки. Обижать она их не собирается. Но, с другой стороны, взрослая собачка, я уже тоже рассказывала на эту тему, почему у нас щенки, мне задавали вопрос, почему у вас все ходят на пелёнки. Собачка идёт на запах. Собачки подражают, маленькие щенки подражают взрослым собачкам. Если ваша собачка взрослая в вашем доме приучена ходить на пелёночку, ваш малыш также будет повторять действия старшей собачки и быстрее научится ходить на пелёночку. Существуют, не спорю, как бы некоторые такие отклонения в поведении питомцев, когда они начинают метить территорию. И это не потому, что собачка не знает, куда ей надо ходить на пелёночку. Это тоже уже психологически, скажем, природой придуманные факторы такие. Метить территорию, делёжка территории. Кто-то делает, кто-то не делает. Гарантий никаких нет. Поэтому гарантировать, что собачка не будет у вас метить в квартире, гарантировать, что после стерилизации собачка не будет метить в квартире, нереально. Но и сказать о том, что все собаки в обязательном порядке будут метить в доме территорию, тоже нереально, потому что это не так, на самом деле не все собаки метят. В основной массе, конечно, метят доминанты. Доминантами альфа являются не все. Их на самом деле единицы. Поэтому, в принципе, конечно, приобретая собаку, ну, что-либо однозначно, вот так вот говорить и гарантировать, как некоторые покупатели почему-то уверены, что в возрасте 2 месяца они смогут выбрать щенка с определенным каким-то характером. Вот это вообще, на самом деле, ну, тема долгая, тяжелая и несерьезная. Что значит характер? Характер по мере роста и взросления питомца меняется. На характер влияют гормональные гормоны, так же, как и у человека. В период взросления вашего питомца и полового созревания характер вашего песика может поменяться на просто 360 градусов. То есть, если уж хочется что-то, так скажем, поконкретнее, берите, пожалуйста, вот у нас Цериус Цезарион собачкам год исполнился. У них уже есть своя такая выработанная манера поведения, характера, которая уже по мере взросления сложилась у конкретно данных собачек. Холодно ребятам, долго не будем мы гулять с ними на улице. Лучше мы выйдем еще спустя часик-два, когда ребята покушают, поспят. Солнышко выходит и, похоже, сегодня, так скажем, небо чистое, дожди они обещают нам. Наша небушка. Вот, поэтому надеюсь, что будет сегодня еще видео прогулки. Давайте посмотрим на погоду. Все-таки такая, скажем, ой, смотрите, луна. Надо же. С этой стороны луна, с той стороны солнце. Красиво. Красиво. Кто-то дрожит уже, хочет домой бежит, а кто-то, собственно, пошел дальше прогулкой заниматься в огороде. Ну, вот так как-то у нас проходит утро 6 ноября 2020 года. Если вам интересно наблюдать за жизнью маленьких, миленьких собачек породы Чихуа, и вы до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, нажать на колокольчик рядом со словом подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев, а малыши пошли домой. А с подписчиками нашего канала не прощаемся надолго. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok